Когда в глаза говорят нелестные слова, всегда человек испытывает неприятные чувства. Но когда люди за спиной говорят то же самое о вас, а в глаза поют только возвышенные оды, как тогда называется подобный маневр? Предательство, лицемерие или двуличность? Аналогичная поведенческая модель способна разрушить доверие к человеку и заставляет относиться к нему с большим подозрением. Неправдивые слухи носят в себе разрушающий фактор, последствия которого могут быть весьма непредсказуемые. Астрология выделила шесть знаков зодиака, с которыми нужно быть предельно осмотрительными. Овин. Этому знаку свойственно быстро налаживать контакт с практически любым человеком, поэтому не всегда найдут нужную тему для разговора. О чем можно еще поговорить с новым знакомым? О друзьях, их образе жизни, манере поведения и тайных связях. В порыве беседы представитель выплескивает на собеседника большую порцию информации, которую он не всегда может молниеносно запомнить. И чтобы произвести на свою персону впечатление, они говорят даже о тех вещах, которые не должны знать посторонние люди. Так сложилось, что обсуждать чью-то личную жизнь у знаков получается гораздо лучше, чем строить свою. Близнецы. Этих знаков хлебом не корми, а дай поболтать о ком-то из их окружения. Они с универсальным мастерством перемывают косточки всем без исключения. В ехидности и злобности их нельзя упрекнуть, но они просто обожают копаться в чужой жизни и знать, что происходит в ней интересного. И как только они начинают разговор об интересном объекте, их становится трудно остановить, а тем более переключить внимание на что-то другое. Анализирование чужой жизни происходит на этапе сравнения со своей, причем результат бывает часто не в их пользу. Рак. Они любым способом стараются отвести от себя ненужные разговоры, чтобы их переключить на кого-то другого. В свою жизнь знаки стараются прятать за многослойной ширмой, не пуская никого вовнутрь. Если они находятся в компании малоизвестных людей, они не прочь посвечничать за спинами, но боятся это делать. Это объясняется тем, что обсуждение чужой личности – всегда популярная тема разговора, а этим они поддерживают разговор. Но говорить о себе и собственной жизни они будут избегать при первой же попытке. Лев. Гордый знак просто обожает знать всю информацию и быть в ее курсе. Свое субъективное мнение они сформируют только тогда, когда будут точно знать об интересующем объекте разговора. Поэтому они стараются прежде, чем его обсуждать, о нем узнать максимальное количество полезной информации. И не важно, где они ее добудут – в социальных сетях или с проверенных источников. А что обсуждать они будут, так это поведение выбранного человека или событие в его жизни. И к тому же они не считают чем-то зазорным говорить за спиной о нем. Разговоры и внимание – их любимое занятие. Весы. Знаков всегда привлекают чужие секреты и тайны, поэтому они бережно их откладывают в своем подсознании. И когда наступает нужный момент, они вытаскивают их наружу и преподносят во всей красе. А выудить информацию для них не составляет проблем. Они обладают способностью втираться в доверие людей и располагать их в непринужденной беседе. Наблюдательность представителей на высоком уровне. И тогда, изучив подробности чужой жизни, они прекрасно ее подадут как основную тему для разговора. И все тайны, о которых они знают – это рабочий материал для задушевной беседы с разношерстной компанией. Водолей. Знаки очень часто говорят о ком-то за его спиной. Но все, что они рассказывают, делают без задней мысли. И ничего в этом нетактичного они не видят. Поэтому приходят недоумения, почему другие подобный факт воспринимают в штыки. Хотя представители настолько полностью погружены в свою личную жизнь, что иногда они не задумываются о чувствах и личном пространстве других людей. А о приватности они вообще никогда не подозревают. Сегодняшний выпуск окончен. Спасибо, что были с нами. Мы уверены, что благодаря звездам можно правильно сориентироваться в жизни и не допустить многих ошибок. Ведь не зря же нам даны эти подсказки. Пишите в комментариях о своих наблюдениях, ставьте лайки и будем двигаться дальше. В мире еще столько интересного!